Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня мы говорим об исцелении и о восстановлении способностей. Почему у человека бывают заблокированные способности? Потому что у него накапливается много негативного заряда. То есть, когда человек что-то хочет делать, он чувствует, что он не может это сделать, что-то ему мешает. И когда вот это что-то мешает, когда человек начинает докапываться, что же это такое, то он, бывает, находит какой-то случай, когда у него эта способность была перекрыта. То есть, что значит перекрыта? Когда человек хотел что-то сделать, но ему не дали это сделать. Физическим насилием или психологическим. Это может идти с детства, например, или даже с прошлых жизней. Вот такие перекрытые способности можно восстановить. Путем чего? Путем того, чтобы вернуться в эти случаи, когда у человека вот эти способности еще были открыты, и когда произошло перекрытие. И когда мы проходим через эти случаи, у человека восстанавливаются эти способности. То есть, у него восстанавливается способность действовать. Например, вы очень хотели рисовать, но в школе вас кто-то там, ну, например, учитель по рисованию, накричал или не дал рисовать так, как хотели, оскорбил. И вы почувствовали себя неумехой, то, что вы не можете рисовать. И это просто прям реальный случай. Вот я помню себя в детстве, то есть, что мне хотелось рисовать. Но когда происходит вот так называемое школьное обучение, оно перекрывает эти способности. И учитель эту способность перекрыл, то есть, не дал возможности ей проявиться. И таким образом получилось что? Что рисовать перехотелось. Просто когда, ну, хочешь рисовать, как что-то такое мешает. И потом, когда в этот случай возвращаешься и прорабатываешь это, понимаешь, о, да, так вот же у меня эта способность была, и теперь я могу это делать или не делать. Еще бывает такого человека, как навязчивое желание. Человеку очень сильно хочется что-то, чтобы произошло. Но почему так происходит? Опять же, это из-за неспособности. Когда у человека есть способность, то он может либо делать это, либо не делать. То есть, у него есть два варианта. Хочу – делаю, хочу – не делаю. А когда у человека есть навязчивое желание, это значит, что он не может это делать. И всеми силами старается сделать это. То есть, сделать так, чтобы это произошло, чтобы ему, ну, все-таки получилось это сделать, чтобы он смог это сделать. И вот таким образом происходит у него, что он как через силу действует, но все равно не получается. Я же выступаю не за то, чтобы действовать с усилием, а за чистое намерение. Когда вы создаете суждение, постулат, я, допустим, что бы хотел, чтобы произошло, то он, вселенная, откликается, и оно реализуется как само собой. Вот такие вот чистые намерения, они самые правильные. И чистое намерение может возникнуть только тогда, когда вы находитесь в действительно хорошем состоянии, когда вы не хотите что-то делать навязчиво, или вы четко знаете, что у вас это не получится. Нет, чистое намерение возникает тогда, когда вы чувствуете, что вы можете это делать, а можете и не делать. Но вы чувствуете, что в этот момент это самое важное. как бы сама Вселенная, само Высшее Я, то есть подсказывает вам, что вот так сделать правильно, так вот этот канал совести, о котором я говорил в своих прошлых видео, и вы по нему получаете такое данное, да, это важно делать, и вы руководствуете своим внутренним авторитетом, просто берете и делаете это, потому что это идет во благо и для вас, и для ваших окружающих, тех, кто вас близок, и для всей игры в целом. И вы реализуете это, и это действительно ваша способность. То есть способность складывается из чего? Из того, что вы наблюдаете, принимаете решение и действуете. Но вы можете пронаблюдать, принять решение, но действие не произойдет. И вот тут как раз возникает вот эта неспособность, а с помощью процессинга мы восстанавливаем, то есть реабилитируем способности, потому что я считаю, что каждый из нас является способным, то есть духовным существом, которое имеет потенциально все способности. И наша цель их просто восстановить. Да, конечно, мы в этой игре получаем какие-то навыки, нарабатываем их, что-то изучаем, но восстановить вот эту вот потенциальную способность действовать, принимать решения, наблюдать, это очень-очень важно. И как раз к этому ведет вот мозг к полной свободе. Это постепенное восстановление способностей шаг за шагом. То есть вы восстановите способность общаться, справляться с проблемами, способность быть честным, способность справляться с изменениями, способность, ну, не иметь каких-то фиксированных идей, а быть свободным в изменениях. Вот что важно. И когда вы способны, то вы можете действовать осознанно и во благо. Вот именно таких людей я хотел бы видеть вокруг. И поэтому, друзья, я вас приглашаю в Академию Счастья и приглашаю вас на бесплатную консультацию, которую я провожу по скайпу, вайберу, телеграмму, любым удобным для вас способом. Вы можете написать мне, и мы договоримся о времени. И, конечно же, ставьте нравится этому видео, подписывайтесь на мой канал, поделитесь этим видео с друзьями, я уверен, что оно тоже будет им интересно. И до скорой встречи на моем канале. Всего вам доброго.